Говоря о деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству Артёмовского городского округа, его председатель Наталья Булатова отметила, что с начала 2017 года Комитет по имуществу начал активно заниматься вопросом предоставления земельных участков под строительство для льготной категории граждан, прежде всего многодетных семей. Идётся сейчас Комитетом по имуществу предоставление земельных участков, в том числе и для льготных категорий населения, в первую очередь для многодетных семей, сформированных земельных участков под строительство жилья. Это два огромных района, порядка каждые 10 гектар в районе сел Мало и Большое Трифонова. В этом году нами подготовлены участки в селах Миронова, в городе Артемовском, в районе улицы Коммунны, для этих же целей. Сейчас готовятся участки в районе села Лебедкино и других населенных пунктов района. Земельные участки предоставляются гражданам сразу в собственность, то есть не в аренду, а в собственность, для того, чтобы в дальнейшем осуществлять уже непосредственно само строительство. Разрешение на строительство мы выдаем застройщикам на срок 10 лет. Если объект построен ранее этого срока, либо по окончанию его, выдаётся разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, после чего дом жилой построенный ставится на учёт, и на него получаются документы застройщикам на право собственности на данный дом. Помимо этого, Наталья Владимировна рассказала о том, какие дома на территории города Артёмовска в этом году планируется ввести в эксплуатацию. У нас в заделе на этот год дом мы будем вводить в эксплуатацию по улице Энергетиков, который был, к сожалению, не сдан в прошлом году, и будем вводить в эксплуатацию трёхэтажный жилой дом в районе квартала Берёзовая роща. Наталья Булатова обратила внимание на перечень тех объектов под жильё, которые только предстоит построить, а также затронула тему дальнейшего расширения и развития микрорайона «Центральный», что находится в границах улиц Мира, Первомайская, Чернышёва. Мы планируем приступить к строительству. Выигрывшее лицо по проведённому конкурсу, конкурс намечен на этот год, жилого дома на перекрёстке улиц Садовая, Радистов будет строительство. Строительство жилого дома по улице 8 Марта в районе Почты и строительство нового дома по улице Мира напротив дома Мира 33. Будем говорить с перекрёстка улиц Западная Мира. Мы приступаем потихоньку к реализации этого огромного микрорайона «Центральный», который ограничен улицами Первомайская Мира, Первомайская Мира, значит, Западная, Добролюбова. Планируется проектирование и строительство продолжения улицы Мира в связи с этим. От перекрёстка с улицы Первомайской и до перекрёстка, значит, на Западную с улицей Чернышёва. То есть весь этот путь будет у нас решён, естественно, с устройством остановок общественного транспорта. Значит, в настоящее время уже ведётся, участки, значит, непосредственно самой улицы давно сформированы. Сейчас решается вопрос жилком строя по началу проектных работ. Во-первых, по финансированию этих работ и потом проектированию. В связи со строительством новой школы и планах о дальнейшем развитии жилого района в центре города Наталья Владимировна рассказала о планах уже администрации Артёмовского городского округа по размещению на территории города объектов социальной инфраструктуры. Поразительно то, что многие предложения администрации касаются постройки объектов физкультуры и спорта. Не секрет, что в Артёмовском с обслуживанием и эксплуатацией уже имеющихся спортобъектов возникают постоянные проблемы. Планируется администрацией Артёмовского городского округа размещение целого перечня объектов социальной инфраструктуры. Ну, это в первую очередь, естественно, наша новая школа. Затем мы планируем несколько объектов спорта, причём как объекты строительства, такие как ФОКИ, то есть физкультурно-здоровительные центры, либо спортивно-здоровительные комплексы, как их называют, так и площадки безобъектные, то есть открытые спортивные площадки, как-то корты, крытые, незакрытые, спортивные площадки для занятия спортом, площадки воркаутов и много разного всего. Такой оптимистичный взгляд в будущее города Артёмовского с одной стороны не может не радовать, с другой в голове почему-то возникают вопросы. Однако, насколько реальными и приближенными к жизни окажутся данные планы, никто пока сказать не берётся. Дай бог, чтобы они не остались на бумаге.